Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Очень давно я не делала видео о фаворитах, поэтому именно сегодня я хотела бы поговорить о тех косметических хитах, о каких-то любимчиках, фаворитах, которые были у меня в использовании в последнее время. Очень длительное время. С некоторыми, кстати, я познакомилась только этим летом. Их я тоже вам хочу сегодня показать. И эти продукты просто бомба! А скорее всего, все из того, что я вам сегодня покажу, все пойдет у меня в открытие 2015 года. И вы увидите эти средства в финальном видео, ближе к Новому году. Итак, если вам интересно видео подобного плана, давайте сразу и начнем. А сегодня я вам покажу и декоративную косметику, и средства ухода за телом, лицом, волосами, и также парфюмы. В общем, все-все, что я любила в последнее время этим летом и первый месяц осени. Начинаем! Начнем с ухода с волос. И первое, что я вам хочу показать, это два средства, которые я заказываю на iHerb, потому что там они дешевле, всего лишь по 6 долларов каждое средство. Это шампунь и бальзам красный виноград от марки Desert Essence. Обожаю эти средства. Они полностью натуральные, но какими они делают волосы, это просто сказка. Ни одно натуральное средство еще так не работало на моих волосах. Очень приятный аромат, обалденный состав. И волосы после этих средств просто роскошные. Шампунь расходуется невероятно экономно, отлично пенится, хорошо волосы очищает и при этом не пересушивает их. Волосы очень шелковистые. И кондиционер смягчает волосы, облегчает расчесывание и делает их гладкими и блестящими. От всей души могу порекомендовать. У меня есть еще малиновая линейка, но, к сожалению, я пока с ней не познакомилась так вот вовсю. Поэтому в открытиях показываю только вот эти средства. Это мои любимчики. Они сделали мои волосы роскошными. Следующие три средства, которые не могу вам не показать, потому что безумно их люблю. Они мне, кстати, достались на обзор совершенно бесплатно. Но, скорее всего, что-то из этого я обязательно повторю, куплю сама за свои деньги, потому что они великолепные. Запах у них, конечно, немножко такой химический, очень парфюмированный, приближенный к запаху скошенной травы. Видимо, они хотели это имитировать. Не совсем у них получилось больше парфюмерии, но не в запахе дела. Они отлично увлажняют волосы. Волосы после них просто великолепные. Не хуже работают, чем предыдущий Desert Essence. Причем это средство салонного ухода. И, как заявляет производитель, я не могу ничего сказать от себя, потому что я не знаю, читаю лишь то, что написано на этикетке. Но средства не содержат продуктов нефтехимии, силиконов, сульфатов, формальдегидов, формалина, парабенов, талатов, ГМО, триклозанок, красителей, искусственных отдушек. В общем, не состав, а песня, как опять же заявляет нам производитель. Классные средства. Очень их люблю. И от всей души могу рекомендовать. Волосы просто роскошные после них. Еще для волос просто обожаю и пользуюсь по мере необходимости сухим шампунем от Batiste. Именно вот таким XXL Volume. Он потрясающе пахнет и действительно делает на волосах объем. И еще один мастхэв для волос. Это вот такая расческа а-ля Tangle Teaser, которая называется No Tangle от Macadamia Natural Oil. Обожаю эту расческу. Ежедневно причесываю ей свои волосы. Это дополнительный массаж кожи головы. Она очень классная. У меня есть оригинальный Tangle Teaser. И он проигрывает перед вот этой вот расческой, потому что она более мягкая. Она более удобная в использовании. Очень удобная такая эргономичная ручка. От всей души могу вам ее посоветовать. Она классная. Что же касается средств для тела, покажу вам вот такой вот недорогой, абсолютно бюджетный крем-гель для душа от DAF. Объятие нежности. У меня идет с кокосовым молочком и ароматом лепестков жасминок. У него очень приятный аромат, божественный. И текстура у него очень плотная. Текстура крема на самом деле. И после этого средства кожа абсолютно не пересушенная. Можно даже не пользоваться никаким увлажняющим молочком, лосьоном, кремом после применения вот этого средства. Обалденный. Аромат просто волшебный. Из ухода за лицом покажу вот такой вот лосьон тоник с алоэ вера. Розовый тоник. Обалденный. Без спиртовой. Очень нежный. Очень деликатный. Отлично увлажняет кожу. Безумно его люблю. Обязательно буду заказывать себе еще. Заказывала на iHerb. Большой объем. Стоит недорого. В общем, очень довольна и всем рекомендую. Еще одно средство, которое со мной на протяжении последних 4 месяцев. Это опять же крем, который я заказывала на iHerb. Девита. Крем под глаза с полипептидами. Потрясающий состав. Приятная очень текстура. Большой объем 30 мл. Это стекло с дозатором. Пользуюсь с огромным удовольствием. Отлично увлажняет деликатную кожу под глазами. Не пересушивает. Одно удовольствие. Опять же, всем советую. Дальше переходим к декоративной косметике. Тоже быстренько расскажу о каждом средстве. Начну с тональных средств. Для меня вот так два вместе. Это одно замечательное тональное средство. Это терракота от Guerlain и Lingerie de Pew BB крем, который содержит в себе SPF 30. Вот вместе в комплексе я их использую. По отдельности нет. Вот это сильно проваливается в поры и цвет слишком белый. У меня два light. Вместе они дают потрясающую текстуру и покрытие на коже совершенно невесомое. То есть сама терракота, она немножечко такая силиконистая. И вот вместе они работают, как знаете, тональный крем и база под макияж. То есть я их перемешиваю в равном количестве, наношу под кожу, соответственно, варьирую оттенок. И скрываются поры. В поры это средство не проваливается. Кожа получается абсолютно гладкая, выровненная. В общем, как отфотошопленная. По-другому я сказать не могу. Вместе два. Это просто мой мастхэв. Далее переходим к пудрам. Моим открытием стала вот такая вот пудра от Guerlain. Опять же из серии терракота. В оттенке 00 для блондинок. Вот так она выглядит. Двухцветная бронзовая сама пудра. И вот здесь вот немного розового можно использовать как румяну. Но я все это смешиваю кисточкой и наношу на лицо целиком. Очень приятно пахнет. Аромат обалденный. Приятный оттенок придает коже. Абсолютно не темнит, не рыжит. Продукт очень интересный. С одной стороны текстура матовая. Но с другой стороны все равно лицу придается какое-то такое легкое подсвечивание. Лицо не блестит, но оно подсвечено. И это очень красиво. И еще один продукт, которым я пользовалась этим летом с огромным удовольствием. Мой фаворит. Это компактные метеориты в третьем оттенке. Медиум. Выглядят они вот таким вот образом. Тоже очень классные. Наносила на все лицо. Придают деликатное сияние коже. Кожа с ними выглядит прям вот здоровой-здоровой. А следующее, что хочу показать, это набор для бровей от Герлен. У меня получается какой-то такой, знаете, герленовый бум. Все фавориты практически из декоративной косметики от марки Герлен. Но качество потрясающее. Пользоваться этими средствами одно удовольствие. Они действительно произвели на меня неизгладимое впечатление. Набор для бровей выглядит вот таким образом. Уже не раз вам его показывала. Четыре оттенка. Вот этим я пользуюсь как хайлайтером под бровь. Вот этим или этим я заполняю свои бровки. Ну, отличный набор. По оттенкам мне все подходит. Очень удобная кисточка. С одной стороны скошенная. И с другой стороны вот такой вот ершичек-ершичек, которым я прочесываю свои бровки. И вот этот оттенок я использую уже в макияже, когда делаю уголок или затемняю складку. Кстати, для затемнения складки я смешиваю два вот этих оттенка. И в ежедневном, повседневном макияже это просто тоже мой незаменимый оттенок. Вообще, вот эта вот палетка. Сейчас я вам покажу еще одну. Из этой палетки я использую практически только один оттенок для повседневного макияжа. И макияж глаз просто готов. Обалденная палетка. Посмотрите, она маленькая. И крышка открывается на 180 градусов, помещается в руку. Всем могу ее посоветовать. Незаменимый для меня помощник. И вот такая вот тревел палетка от Guerlain. Я покупала ее когда-то уже давным-давно в Duty Free. И использую в своем макияже вот этот матовый оттенок. И рядом немножко он такой сатиновый для того, чтобы освежить веко на все подвижное. И из предыдущего набора, как уже показала, два смешиваю. Прорисовываю складку и макияж готов. Следующий любимчик для глаз, опять же, от марки Guerlain. Это кремовые водостойкие тени в оттенке White Sand белый песок. Выглядят они вот таким вот образом. Сделаю небольшой свод, чтобы вы понимали. Я использую как хайлайтер под бровь зачастую. Когда мне хочется сделать более какой-то праздничный, более вечерний макияж, более сияющий. Они классные. Они отлично растушевываются. И веки приобретают красивый металлический блеск с небольшой такой золотинкой. Это очень красиво. И они действительно держатся целый день, не скатываясь. Еще для глаз покажу вот такую вот палетку от Dior. До которой, наконец-то, я тоже добралась. И я использовала вот эти вот шесть оттенков теней. У меня это единственные тени от Dior, которые идут в этой палетке. И вы знаете, мне раньше казалось, что они слишком шиммерные, слишком блестючие. Но я их использовала, опять же. В своем повседневном макияже. И вы знаете, они такие красивые. Я даже не ожидала. Отличные по качеству. И этот блеск, это совершенно не минус. Они красиво играют. Они очень дорогие тени. Не в смысле цены, а именно они выглядят дорого. Я в них просто влюбилась. Этим летом я открыла для себя два потрясающих оттенка. Супер лайнер Perfect Slim от L'Oreal. До этого я пользовалась черным. Но тут мне захотелось купить зеленый и синий. Я использую сейчас зачастую с коричневыми какими-то тенями вот этот зеленый и серо-голубой, когда у меня макияж. Вот этот синий. Так красиво, так здорово и так дорого смотрится на глазах. Вы просто себя не представляете. Но качество, конечно же, отличное. Я люблю эти лайнеры именно за их качество. Очень тоненькая вот такая вот фетровая кисточка. Стрелка держится весь день и не смазывается. Обожаю. Подводка выглядит вот таким вот образом. Очень красивые яркие оттенки. Придают особую изюминку взгляду. Следующие мои фавориты это две туши для ресниц. Не могу не показать вот такую. В очередной раз от L'Oreal. Volume Million Lashes Soul Couture. Обалденная тушь. Я ее очень люблю. Силиконовая щеточка. Очень удобная. Отлично прокрашивает реснички. Приподнимает их. Подкручивает и удерживает в течение всего дня. И эта тушь моим ресницам придает объем. Вот убедилась я в этом, что прокрашиваю их дважды. И объем на моих ресницах есть. Кто бы что ни говорил, на моих ресницах объем держится. И еще моим открытием стала вот такая тушь от Maybelline Lash Sensational. Веерный объем. Многие про нее говорят. И наконец-то я до нее добралась. Решила попробовать. Здесь вот такая вот силиконовая или пластиковая, наверное, пластиковая щеточка. Немножечко ложечкой. Очень приятная текстура туши. Опять же, ресницы подкрученные, удлиненные, немного разделенные. И за несколько раз можно придать объем. Опять же, обалденный. Кстати, я не упомянула, что одна и другая тушь являются термо-тушью. То есть, не смазываются, не стираются. И их можно легко удалить при помощи обычной воды. То есть, они вот так вот этими чулочками снимаются. Но я, кстати, обычной мицеллярной водой их стираю. Не заморачиваясь. Мне это удобно. И отлично они удаляются таким образом. А так, и в жару, и в холод, и в дождь, и в снег эта тушь не потечет. Это тоже отлично. Она держится в течение всего дня, не осыпается. И одна, и другая. И что касается румян. Последнее время я пользуюсь двумя вот такими румянами. Первый из них это Physicians Formula. Очень красиво выглядят. Вот такие вот милые сердечки. Разных оттенков. Заказывала их на iHerb на пробу. И очень они мне понравились. Имеют небольшой такой блеск. Очень красивый оттенок, когда смешиваются все цвета, которые здесь есть. Под загорелую кожу на щечках очень красиво смотрятся. И практически они не имеют запаха. Единственный минус упаковки. Она очень такая вот непонятно для чего большая. Потому что самих румян объемная. Самих румян здесь достаточно мало. Здесь была совершенно неудобная кисточка, которую я тут же выбросила. Сами румяна по себе очень хорошие. А упаковка абсолютно никудышная. И еще одни румяна, которые я люблю этим летом. И сейчас по осени. Потому что держится шикарная погода. Это румяна от Milani. Во всем нам известном оттенке Limonoso 05. Тоже этот цвет очень красиво смотрится на загорелой коже. Просто роскошно. Для губ покажу вам всего два продукта. Много средств было у меня в использовании. Но вот из того, что прям сильно запало в душу и хочется мне вам показать. Это два средства. Первый из них это карандаш от Art Deco Mineral Lip Styler 17. Это выкручивающийся карандаш. Который не нужно затачивать. И у него очень красивый оттенок и приятная текстура. Он в меру мягкий. Прекрасно очерчивает контур губ. Не течет и удерживает помаду и блеск. Кстати, его можно нанести на все губы. Целиком заштриховать. И будет очень красиво. Будет смотреться как дорогая матовая помада на губах. И еще одно средство для губ, которое я хочу вам показать. Это вот такая двухфазная помада от Calistar. Но я не пользуюсь вот этим вот тинтом для губ. Потому что, мне кажется, немножечко даже как-то испортилась у него текстура. Но вот сама помада, я в нее просто влюбилась. Это тот оттенок розового, который прекрасно освежает мое лицо. Совершенно не вульгарный. Не какой-то барби оттенок. Это именно мой розовый цвет, который я наконец-то для себя нашла. А сама помада очень приятная. Я вам сейчас покажу. У нее очень приятная такая кремовая текстура. Немножечко влажный финиш. Сегодня она у меня на губах как раз с предыдущим карандашом от Art Deco. Не знаю, как это будет выглядеть. При таком освещении немножко боковом. Но цвет в жизни, в реальности очень и очень красивый. Очень освежает меня. И не могу сказать, что она очень стойкая. Предполагается, что будет она стойкой именно вот с этим тинтом. Но без этого тинта она держится не так долго. Не сушит губы, что мне очень нравится. В общем, классная помада. Пользуюсь с огромным-с огромным удовольствием. Это оттенок 1 роза Коралла. Не знаю, есть ли он отдельно без этой вот штуки. Но если есть, я бы себе его еще приобрела обязательно. И последнее, что я вам покажу в этом видео, это парфюмы. Я выделила 4 аромата, которые были для меня любимыми с начала весны. И по сегодняшний день вот именно эти 4 я использовала поочередно. Первый это Трусарди Майонем. Как видите, использовала его на 1 четвертую. Начало весны, май, начало июня. Это просто самый любимый аромат. Он пудровый, он шлейфовый. И в то же время он очень яркий, такой цветочный. Причем это очень нежные цветы для меня. Это сирень и глициния почему-то для меня соединились в этом аромате. Я так чувствую их. И вот просто ваш цветок по-другому я его не могу назвать. Цветы в пудре. Очень роскошное сочетание. Очень дорогое сочетание. Следующие 2 летних для меня аромата. Это Карло Фрачи Адетта и Дольчен Габбана Лайт Блю Эскейп Ту Панарея. Обалденные ароматы. Как видите, Карло Фрачи тоже пользуется моим спросом. Очень приятные, цветочные, очень легкие, но в то же время очень женственные ароматы. Очень красивые. Я не могу сказать, что они как-то шлейфят. Но в то же время я чувствую их на себе на протяжении всего дня. Очень красивые. Это какой-то, знаете, отдых в экзотической стране. То есть это фрукты, это цветы. Это лето. Это легкость, это воздушность. В то же время невероятная женственность. И последний аромат, который я приобрела буквально недавно, но я в него уже просто влюбилась. Он у меня еще в коробке. Хотела вам показать его в покупках, но потом решила, что будет достаточно, если я вам покажу его именно в этом видео. Это Герлен, это Терракотта. По-моему, это Лимитка. Вот представляете, я его только купила, только начала им пользоваться, но настолько уже в них влюбилась, что думаю, они купить у меня себе второй флакон, поскольку в ближайшее время я думаю, что я их просто-напросто не найду. Очень красивый флакон, вот с таким вот солнышком. Здесь 50 мл. Он очень яркий, он сладкий, он цветочный. Это очень дорогой аромат. Какой-то, знаете, цветочно-восточный, очень яркий. Он цепляет меня, он меня притягивает. Я еще не до конца разобралась во всех его нотах, что здесь в начале, что здесь в конце, но он такой красивый, он держится целый день. И даже на следующий день я ощущаю его на одежде, на своих волосах. Он согревает, он заставляет радоваться, он создает хорошее настроение. В общем, я его очень полюбила. Но сейчас, когда на улице тепло, он просто невероятный. Возможно, я куплю себе еще один флакон, чтобы потом не остаться у разбитого корыта. Это классный, обалденный аромат. Кстати, спасибо большое Ирине, Идол Ирина, за то, что она показала его в своем видео, рассказала про него. Кстати, вот эта пудра терракота, она приятно очень пахнет именно этим парфюмом. Ирина, спасибо за то, что рассказала про этот парфюм. Именно по твоему отзыву я пошла в интернет-магазин «Ривгош» и заказала его. Я в него влюбилась, я от него без ума, я от него в восторге. Роскошный, потрясающий, обалденный мой парфюм. Это было видео о моих фаворитах. Его я сейчас хочу закончить, попрощаться с вами. И, как всегда, дорогие мои зрители, если вы знаете какие-то классные продукты, которые мне нужно обязательно попробовать, пишите об этом в комментариях, и я их попробую с огромным удовольствием. Всем пока, до новых встреч на моем канале. Я вас всех очень люблю и жду в новых роликах. Пока-пока.